Приветствую вас! Надо сказать, что по вашему тексту чувствуется сильная внутренняя борьба. Борьба, говоря простым бытовым языком, самого с собой. Ну, в вашем случае, самой с собой. Вы говорите, что вы устали на работе, на старой работе. Чувствуете себя непрофессионалом и полная разбитость. Что, что вы устали на работе, говорит о том, что ваша деятельность не приносит вам удовольствия, наслаждения, вы не видите адекватную обратную связь. И удовольствие, и наслаждение, и адекватная обратная связь, а также цель работы нуждается в корректировке. Это первое. То, что вы чувствуете себя непрофессионалом, есть оценочное осуждение, которое, скорее всего, идет извне. Потому что сам человек, занимаясь любимым делом, в общем-то, не парится о том, профессионал он или нет. Он просто ориентируется на процесс, на удовольствие от процесса и потом только на результат. А профессионал он или нет, оценивают уже другие люди. Полная разбитость, то бишь апатия, это, с одной стороны, средство защиты, с другой стороны, показатель того, что в вас борются несколько центробежных сил, что вызывает такое состояние. Источники этих центробежных сил, субъект этих центробежных сил, нуждаются в выявлении. Выпишите на себя новую работу, аналогичную, но более раскрепощенную. Работа, смена работы не решит вашу проблему внутреннего конфликта и вашу внутреннюю несвободу. Страх, что не справлюсь на новом месте. Это деструктивное восприятие ошибок и соответствующий драйвер, что я должна быть лучше всех. Здесь тоже нужно корректировать как драйвер, так и восприятие того, что вы можете где-то в чем-то ошибиться. Что в принципе является нормой. Боюсь уйти, чтобы потом не пожалеть. А чего именно, Алевтина, вы боитесь? И о чем именно вы, Алевтина, будете жалеть? Где вы, Алевтина? А где другие люди? Где грань между вами и другими людьми? Понимаете? Такое впечатление, что вся ваша жизнь, это борьба от чувств и разума. На мой взгляд, вам необходимо просто отдохнуть, какое-то время вообще может быть не работать. Побыть наедине с собой, собраться со своими мыслями. Вспомнить, кто вы, какие у вас ценности, что вы хотите, что вам вообще нравится. И уже исходя из этого, строить свою новую жизнь. Грубо говоря, сделать паузу. Мне почему-то кажется, что в своей жизни вы уже очень давно не делали паузу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Хотелось бы обратить ваше внимание, что для более полного анализа необходимо определить, от чего именно вы устали на новой работе. Какие критерии профессионализма и непрофессионализма у вас есть и чем они продиктованы, каковы их источники. В чем проявляется ваша развитие, как она ощущается и чего вы хотите. С какой целью, с каким прогнозом вы нашли новую работу. Аналогично. Что вы вкладываете в понятие раскрепощенности? Что это для вас и какой должен быть эффект? Что для вас означает неисправляемость на новом месте и какие последствия это повлечет? Какие мысли вас это вызовет? Чем страшен уход и по поводу чего вы должны будете жалеть? Вот об этом, Алифтина, вам тоже нужно подумать. Ну и последнее, вы не задаете вопроса психологам, то есть непонятно, что именно вы хотите. Это позволяет вам как угодно интерпретировать наш ответ, каким бы он ни был. А значит, оставляет для вас место для отступления в случае, если вам вдруг станет некомфортно при ответе. Поэтому, мне кажется, что здесь вы не дошли еще, не созрели до того, чтобы начинать принципиально, конкретно разбираться с тем, что с вами происходит. Соответственно, когда разберетесь, обращайтесь, я буду рад вам помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...